Итак, с вами Medical Fitness, психология раздел, и мы сегодня обсуждаем то, если бы твоя девушка была истеричкой, а точнее истероидкой. Это психотип, а не диагноз. В общем, смотри, если твоя девочка истероидка, ну, из плюсов, секс может быть достаточно приятным. Подробнее о сексе истеричке смотри в моем видео. Ссылочка будет, как всегда, в конце в подсказочках. Дальше, значит, из минусов. Значит, ну что, во-первых, если ты ревнивый парень, ты попал. Истеричка очень хорошо себя демонстрирует. Как правило, даже не очень красивых истеричек находится, ну, какое-то количество мужчин, хотя бы штук пять, которые ей будут писать и так далее. Они умеют очень хорошо на это провоцировать своими фотографиями, постами, ну, и вообще всем своим поведением. Они несознательно привлекают к себе внимание мужчин. Потом, для истерички все-таки важен будет какой-никакой твой статус. Как правило, для большинства, ну, ты можешь быть небогатым, но ты должен демонстрировать некую статусность или уметь заинтересовать публику. То есть ты должен все-таки быть таким каким-то полезным гаджетом, приложением, либо привлекать внимание, либо как-то помогать привлекать это внимание. Если вы посмотрите на большинство инстаграмщиц, они имеют истерический такой радикал, то есть истерическую часть какую-то, либо вторичную, либо первичную. То есть это все девочки с губками, а-ля мы путешествуем, типа живем, типа крутой жизнью вот этой вот гламурной. Вот, и в чем суть? Вот весь это огромный пласт девочек-инстаграмщиц, про них очень много шуточек. Вы можете даже сами отследить это. И все вот эти сумочки от Гуччи, все вот эти вот новые айфошки, это вот все про них. То есть демонстрация той жизни, возможно, которой даже она не может себе позволить жить, либо она будет жить в кредит, либо она будет жить за счет каких-то мужчин, либо, как правило, чаще всего это все вместе, потому что удержать очень долго истеричка рядом с собой не может мужчину, потому что, ну вот, они, понимаете, это, как правило, очень яркий образ, на который потрачено столько психоэмоциональной энергии, за которым ничего, как правило, не стоит. Это не характеризует, опять же, их негативно. То есть человек очень хорошо умеет себя рекламировать, себя подавать. Но, к сожалению, как шизоидам, ну, им не дано развить внутренний мир. Как я и говорил, у всех типов личности просто есть сильные стороны и слабые. Также истериков не хватает, как правило, на изучение каких-то долгих вопросов, профессий, да. То есть их психика, она не такая статичная в большей части, они экстраверты. Соответственно, среди истериков вряд ли вы найдете кандидатов, наук и всякое такое прочее. Вот. Соответственно, ну, если вы хотите красивой жизни, если вы хотите яркую девушку, которая будет рекламировать вас образ жизни, может быть, вы сами имеете истероидный тип личности, вторичный или первичный, конечно же, абсолютно, абсолютно такая девушка вам подойдет, по крайней мере, на какое-то время она подает вам новых эмоций. Если вы хотите чего-то другого, чего-то более надежного, соответственно, с истеричкой вам придется сложно. Из еще одного минуса я бы нашел то, что девочке будет такой сложно строить семью, следить за детьми, так как очень много психоэмоциональной энергии распыляется на внешнее. Семье это тоже будет касаться. Внешне дети могут быть одеты, обуты, но вот всегда ли накрыт ребенок одеялом, не вспотел ли он, не простудится ли он, ну, в общем, это еще не факт, что она будет так за ним следить. Ну, если вы подробнее хотите узнать про девочек истеричек, пишите мне в комментариях, ставьте лайки, я вам все расскажу, и, возможно, я расскажу вам способы пикапа истеричек. Это вот, я думаю, делать такой контент или нет. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что слушали меня.